Ранним утром селяне Степнова Анинково Цельнинского района пришли к передвижному ФАПу. Народ собрался прививаться против COVID-19. По словам медиков, это последние граждане поселка, которые до сих пор все еще не решались на вакцинацию. Однако перебороли свои сомнения в пользу сохранения здоровья у себя и близких. Сейчас будем заходить, с доктором будет с вами беседовать, осмотрит вас, померит температуру, пульсоксиметрию, давление, ваше состояние, ответит на пару важных вопросов. Прививаться люди побаиваются. Их даже пришел поддержать местный пес. Однако, как говорят врачи, вакцинация в передвижном медпункте очень удобна. Не нужно ехать в районную больницу, поликлиника на колесах добирается в самые отдаленные населенные пункты области. В основном акцент на передвижном мобильном ФАПе мы делаем именно в селах, где нет ФАПов, нет фельдшера, нет врача, например, участковые. Или, например, это отдаленные селы, малонаселенные. Сельчане проходят маршрут вакцинации точно такой же, как в обычной поликлинике. Различие лишь в том, что, к примеру, в городской амбулатории нужно перемещаться по нескольким кабинетам. А в мобильном фельдшерско-акушерском пункте все локально. Сегодня в поселке проживает порядка 600 человек. Из них уже вакцинировались более 90% жителей. Что-то удерживало. Боязнь какая-то. Иммунитет слабенький, поэтому не знаю, что-то боялся. А вот все-таки это решили. Проверили на других. Ну вообще вы довольны, что именно прям вот к вам в район приехал ФАП? Конечно, довольны. Что не нужно никуда передвигаться? Да, не нужно уезжать. По данным Министерства здравоохранения Ульяновской области, всего в регионе уже вакцинировано более 108 тысяч человек. Полностью завершили вакцинацию порядка 86 тысяч. В регионе используют в качестве компонента прививания все официально зарегистрированные в нашей стране препараты. Это спутник ВИК, АВИВАК и ЭПИВАК-КОРОНА. Уже с уверенностью можно сказать, что в селах Целенинского района завершаются этапы вакцинации. Остались отдельные граждане, которые до последнего побаивались. Но в современных реалиях они приняли решение вакцинироваться.